Росмарин Белый налив Так вот, его надо возрождать И я вам говорю, если будете промышленный сад заводить Пусть у вас Белый налив тоже будет Теряем Наш регион его теряет Все гибнет Отлично Так, ну что Тогда Чем еще вас удивить Там еще есть слева атюд Но я туда уже У меня заканчивается это Зарядка Я хочу что-то более важное показать Да, тут кстати тоже где-то плодик есть А Это или опорт залматинский Или опорт крово-красный Давайте посмотрим бирку А хрен ее найдешь А почему я говорю или или Вы знаете, даже на одном дереве Он может быть похожий И на алматинский И на крово-красный А теперь пока бирки не вижу Я просто сомневаюсь Давайте я его покажу А то подумают, что это Ну шикарно Такого добиться Да, вот оно красавое А что там добиться, господи Посадил и все Прививка для меня Это столероплотинская работа Это когда с этот Ну получается примерно Надо Мы когда-то резчики по дереву были Чего в школе утром Знаете что Вы все-таки много знаете и понимаете Вы думаете так просто Я начинал же в лесу привал Прям в лесу привал Там же эти Маскировал Потом переносил уже Проросшее Привившееся Да? Вот А теперь вы возьмете вот этот Опорт алматинский ветки На свои дикие подвое привете И черта с два Теперь А вы теперь Это На игле Вам теперь у меня и подвое Приво и брать Поняли о чем речь? Я сделал то же самое Что вы сделали Я прошел на море Нашел вот эти ранетки И ваши черенки Стал прививать на них Не выкапывая Так О Моя школа И люди на меня смотрели Не понимали Что я там лажу Что я там копошусь И Я думаю что они Когда если Вырастут там яблоки Обалдеешься Откуда они там Жились вообще Ранетка Она все таки Очень много в нее Культурный ген На нее легко прививать Но сибирка Более морозостойкая А это Отдельная работа У нас значит сибирка Мелкая такая Ну Знаешь что Настоящая сибирка Это Ноготь на мизинце Вот у нас точно такие Грубые Они не растут у нас Ну тогда вы волшебник Если у вас прижились То есть они Должны были и не прижиться По идее А это Зависит от региона От этого Вот В общем Приживаемость я скажу Была плохая Ну вот 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 Поэтому И вся наука Прививает на Бордовую Ранетку Вон Видишь яблоко Огромное яблоко Где Где вы видите Вот прямо А я что то не вижу А вон та Идем туда Идем туда Значит здесь Из-за того что коса была Сломана Вот они Щелковицы Вот Здесь все заросло Потому что здесь это Не обкосить ничего Ну так бывает Вот Еще покажу Вот По крайней мере Это мы не садили Вот Щелковицы Нет Это смородина Этого самого О Не смородина А Крыжовник Этого Латинкова Да Латинкова Уже В райском саду Да Вот это груша Лада Пробуйте Я вас ладу Не угощал Пробуйте ладу Сейчас Давай Давай А этот сорт яблони Я не знаю Бирка потеряна Привил Выросла Сорты 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 Вот Станьте рядом с Тимофеем С Тимофеем Ладно Стану Будущим Чемпионом По садоводству Так Ну давайте так Пробуйте грушу ладу Вы не пробовали Вот она Нет Это та же Сувенир Востока Деревья Изувечены мною Ради черенков Они давали До десяти ведер Каждая Вот этих Вот Вот это вкуснее должно быть Это Ветеран мой Вот Смотри Сверху Они крупные Там Бывает еще два раза крупнее Но другое дело Что деревья изувечены Моими руками К сожалению Страшная Страшная картина Иметь маточный сад Так Ну вот Может и яблочки поднять И Давайте я вам груши сейчас угощу Да Вот Вот она лада Вот Валяется Вот Еще висит Саду грязи не бывает Мои ветераны черешни Брянская розовая Совершенно Отучил от морозов Не боятся Мороза Мороза не боится Да Да Так Черешня Вот эта Привитая На Вишсю Да На Вишсю Сибирску Стамбу Которую я так называл Потому что Никто не знает Видимо Бывшая Владимирская Вот На Владимирску Можно попробовать Да Ее привить Да не можно Это единственный вариант Вот Видите Вот черешня Вот груша Так Теперь Что то я видел Издаля Хотел показать Ах Сейчас Проморгает Надо хоть что то Самое ценное Снять Самое ценное Сытно показывать Из-за этой косы Которую Тераза На гарантии Сдавали Обратно Брали Сдавали Брали Вот этот участок Запущен Вот А поводить хочется Смотрите Как отсюда Видно Хорошо Вот там Под самым небом Где солнце Вот Нарядная Ефимова Гораздо Вкуснее Гораздо Вкуснее Вот это Вот Там Она чисто сладкая Вот там Наверху Да Я Не сильно Специалист Вот это Огромное дерево Это что Это Орех Аманжурский Который Сроднился Видите как Вот Смотрите Случайно Не случайно Вот такой наклон И он дружит с этими двумя грушами С морогом И В этом году Урожай Четвертая часть Вот обычного урожая Вот это И самое интересное Это моя любимая тема Ему прислали Зловещее качество Он буквально угнетает сад А я смотрю каждый год Что-то он не как Вот это Нарядную грушу Не угнетает И сморог не угнетает Так-то да Они хорошо дружат Да И как будто нарочно Ведь ровно же рос Чего он наклонился Я так с теми разговариваю Нет Брат с женой Есть и зернистые И как конференция Так Ну что Ну в принципе Я думаю Нам все понятно Понятно Ну еще немножечко Зарядочки Чуть-чуть осталось Самое главное Мы увидели Увидели А А Какое увидели Половина сада С той стороны дороги Да Да Только у меня уже Само порох кончается Вот А мне еще гостей Из Красноярска Встречать Так серьезный Разговор будет Вот С учеными Так просто не докажешь Так Хватает им видеть Что Вот Растет Без всяких Хех Нет Приезжает Елена Савинец Сейчас Ее убеждать не надо На столько лет Вот Она тут Свой человек Все знает Все понимает Сколько сортов груш У меня Где-то 15 У тебя просто Идут Так Прикидываются Уже 10 метров Это прям Наверное Да я Я не могу Это У меня же сад сожгли 5 гектар Там было 40 сортов груш Вот Ну когда сад сожгли Пришлось начинать с нуля